Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем рубрику выпусков о том, как персонажи впервые получают свои способности. И на очереди у нас вторая десятка от Марвел. А кто не смотрел первую, ссылка будет в описании. Открывает наш выпуск сцена, в которой еще один Питер Паркер получает свои суперспособности. Только на этот раз из фильма «Новый Человек-паук», роль которого исполняет Эндрю Гархолд. Эта версия Питера проникает в секретную часть лаборатории Аскорб, в которой следуются пауки. И один из них кусает Паркера. По дороге домой юноша замечает, что обрел невероятные способности. Главным противником Паркера в Эппи, этом фильме стал Курт Коннорс, который, не желая того, превратился в одного из сильнейших врагов Человека-паука-ящера. Потеряв руку, на военной службе Коннорс разработал экспериментальную сыворотку, взятую из ДНК рептилий. В результате опыта, в котором ученому помог сам Питер, ему действительно удалось отрастить свою правую руку. Однако после принятия сыворотки, доктор Коннорс стал превращаться в гибрид человека и ящерицы, теряя при этом человеческий разум. А главной задачей ученого теперь стало превращение всех слабых людишек в более совершенных рептилий. Как поедем? Через туннель или по мосту? По мосту. Ты чё, пьяный что ли? Я сказал, езжай. Теперь вспомним, как свои способности получил очень ныне популярный персонаж Марвел Дэдпул. Уэйд Уилсон – бывший солдат спецназа, подрабатывающий наемником в Нью-Йорке, которому внезапно диагностируют рак в последней стадии. А он только нашел свою любовь Ванессу и с ней собирался завести ребенка. Далее ему предложили экспериментальное лечение рака, на которое он, естественно, соглашается. Уэйду уводят сыворотку мутаген, призванную активизировать мутацию ДНК человека, что, собственно, после многочисленных пыток и произошло. Так Уэйд побеждает рак и получает сумасшедшую регенерацию, однако при этом он перестает быть красавчиком. Что ты со мной сделал? Поднял уровень стресса, который запустил твою мутацию. Твоя мутация теперь исцеляет все. И рака больше нет, он не успевает формироваться. Далее идет конкурент Бэтмена от Марвел, Майкл Морбиус, который, чтобы излечить свое заболевание крови, тайно использовал десятки вампировых летучих мышей из Коста-Рики, в надежде соединить их гены со своими собственными. Лекарство подействовало, однако оно превращает Майкла в настоящего вампира с чертами летучей мыши. Он стал обладать сверхчеловеческой силой, скоростью, рефлексами и способностями к эхолокации. Скотт Лэнг не получал никаких суперсил, однако он получил в пользование костюм Хэнка Пима, о функциях которого даже и не догадывался, пока не одел его в первый раз. Именно в этот момент он стал новым человеком-муравьем. Теперь у него появилась возможность уменьшаться, при этом сохраняя свою физическую силу. Далее идет Джейн Фостер, которая получает асгардские силы и превращается в женскую версию Бога Грома в фильме Тор, Любовь и Гром. Здесь она боролась с Раком четвертой стадии и в поисках лечения прибывает в новый асгард, где осколки Мьёльнира, старого молота Тора, собираются воедино и выбрав девушку достойной, наделяют Джейн силами Тора. Мьёльнир дал Фостер новую жизнь со многими способностями, однако его постоянное использование ускорило рак, делая Джейн с каждым разом все слабее. Теперь мы с вами вспомним, как свои невероятные возможности получила первая версия Эдди Брока из фильма Человек-паук 3 враг в отражении. Униженный Паркером за подделанные снимки, Брок пришел в церковь помолиться за смерть Питера, после чего на него буквально с небес свалился симбиот, от которого кое-как избавился Паркер. И если бы Брок не оказался там в нужное время, то он бы никогда не получил Клинтарца и в придачу к нему сверхчеловеческие возможности. Настоящей легендой уже стал мутант-зверюга Росомаха, который с рождения обладает способностью быстро исцеляться, очень медленно стареть и использовать в бою когти, которые может выпускать из рук. Однако позже, в результате эксперимента, в скелет Логана был введен очень прочный металл адамантий, который еще больше усилил Росомаху, а его костяные когти превратились в острейшие лезвия, которые способны резать все что угодно. Доктор Стивен Стрэндж, который был талантливейшим всеизвестным нейрохирургом, его абсолютно все в жизни устраивало, однако в эту идиллию вмешалась судьба. Отправившись на своем роскошном ламборгини, на конференцию Стивен отвлекается и попадает в сильнейшую аварию, после чего его золотые руки были буквально перемолотые. Теперь о карьере можно было забыть. Однако Стивен отправился за лечением в Камартадж, где он и превратился в верховного мага и защитника Земли. Джонни Шторм в фильме «Фантастическая четверка» благодаря стечению обстоятельств становится человеком-факелом. В результате воздействия космического излучения, вызвавшего мутацию его организма, Джонни Шторм приобрел множество сверхсил, связанных с огнем. Основная способность человека-факела заключается в окружении своего тела огненной плазмы без какого-либо вреда для себя. В этой форме он способен генерировать мощные огненные потоки и шары, а также летать. Ко всему прочему, он способен преобразовывать пламя в различные формы, включая огненный дубликат самого себя, которому он может управлять на расстоянии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok